Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и да, у компании Blizzard опять проблемы. На этот раз мы поговорим про игру под названием Overwatch. Уж сколько лет она вышла на PC, вышла на консолях, имеется в виду PlayStation 4 и Xbox 360, пользуется популярностью, ну, она потихоньку идет на спад, но тем не менее, все еще огромное количество людей с удовольствием проводит в ней свое время. Компания Blizzard постепенно расширяет и добавляет новых героев, новые карты, и, казалось бы, даже новые режимы добавляются, проводятся специальные мероприятия. Игра, которая оживила, в принципе, интерес к так называемым героическим шутерам, командным героическим шутерам, где каждый из игроков берет на себя определенную роль и идет, что называется, сражаться. И вот внезапно компания Blizzard решила выпустить игру на Nintendo Switch, и, казалось бы, что могло пойти не так? Дело в том, что Nintendo Switch маленькая портативная консоль, на ней уже присутствует огромное количество мультиплеерных шутеров, включая популярные. Overwatch это игра, которая, ну, казалось бы, должна хорошо подходить для портативного формата. На Nintendo Switch уже давно есть, опять же, Paladins, это такой клон, прям лобовой клон Overwatch, прекрасно себя чувствует, поэтому, казалось бы, давай, Blizzard, давай, пора. И вот на одном из последних Nintendo Direct'ов они объявили, что Overwatch появится на маленькой портативной консоли, гибридной консоли, да? Окей, и вот игра вышла. И, казалось бы, надо рукоплескать, потому что, на самом деле, если проводить технический анализ, то результаты впечатляют. Еще раз, на минуточку, в теле Nintendo Switch находится однокристальная система для портативных устройств. Технически это, ну, так, смартфон, возможно, даже уже похуже уровня современных флагманских смартфонов, но, тем не менее, ее вполне достаточно оказалось для того, чтобы тянуть такую игру, как Overwatch, с сильно упрощенной, но все еще очень стильной и приятной графикой. Поэтому, когда ты ее запускаешь, эту игру, то на технические проблемы внимания не обращаешь, потому что их, как бы, нет, да? И графика хорошая, и, в принципе, со звуками никаких проблем, и все это упаковано каким-то чудом в 10 гигабайт, как им это удалось, черт его знает, но, тем не менее, вот вам, пожалуйста, подарочек, играйте, наслаждайтесь. Ну, даже если графика упрощенная, даже если тени порезаны, даже если текстурки не такие четкие, это все равно Overwatch. Только проблема в том, что есть большие трудности с подгрузкой. Поэтому не удивляйтесь, если, например, герои не сразу прорисовываются, если при переключении персонажа некоторое время вы бегаете такой вот невидимкой, не понимая, где мои руки, боже мой, где мои руки, где мое тело. Причем люди отмечают, что если игра находится на собственном накопителе, на внутренней флэш-памяти, то проблем с задержками, загрузками становится значительно меньше. Но! Главная проблема не в этом, дорогие друзья. Дело в том, что Overwatch я настоятельно не рекомендую покупать на Nintendo Switch по двум причинам. И немножко еще будет третье. Первая причина. Ужасное управление. Да, если у вас Nintendo Switch Lite, или если у вас просто Nintendo Switch, и вы хотите играть в Overwatch в мобильном режиме, то сразу забудьте эту идею. К сожалению, это будет все очень плохо. Дело в том, что стики на геймпаде очень маленькие. Управлять ими достаточно проблематично. Можно привыкнуть, можно сделать специальные настройки с автонавидением. Можно включить гироскопы для того, чтобы... Гироскопы-консоли для того, чтобы подводить прицел. Но это все не очень хорошо, и все это требует большого привыкания. Более того, если ты играешь на этих самых контроллерах, на этих маленьких стиках, то проходит одна игра, вторая, третья, и руки уже начинают ощутимо болеть. Причем это говорит человек, который играет в шутере на геймпадах элементарно. То есть не требуется какого-то дополнительного привыкания. Но в данном случае играть в Overwatch это на самом деле мучительно больно. С другой стороны, вы можете купить Pro Controller для Nintendo Switch, подключить консольку к телевизору и играть уже более-менее хорошо. Да, только при этом стоимость владения получается, мягко говоря, неадекватной. Потому что вы покупаете саму консоль, вы покупаете дополнительный Pro Controller, вы покупаете игру, все это дело подключаете к телевизору и получаете ухудшенную версию игры, которая уже давным-давно есть на PlayStation 4 и продается по скидке. Неравнозначная замена и, собственно говоря, существование устройств, таких как Xbox One и PlayStation 4, которые сейчас продаются по более чем адекватной цене, ставит крест, в принципе, на идею купить Overwatch на Nintendo Switch. Зачем? Если давным-давно есть версия лучше. И дело в том, что в портативном режиме, если вы хотите в нее играть. То есть единственное преимущество данного решения, если вы хотите купить Overwatch на Nintendo Switch, это использовать ее в портативном режиме. Но маленький экранчик, мать его, не позволяет адекватно оценивать информацию, потому что все это концентрируется, все вот эти пиктограммки, все вот эти вот фигурки, все вот эти вот рамочки, концентрируется на сравнительно небольшой площади. И очень-очень сложно разобрать, тем более, что разработчики постарались сделать так, чтобы эффекты сияли. Поэтому ориентироваться вот в этом хаосе, присматриваться, да, на портативном, вот в портативном формате, ну, мягко говоря, непривычно, необычно и не хочется. Да? Вторая причина. Если первое это управление и маленький экранчик, то сейчас это пинг. Понимаете, дело в том, что Overwatch это мультиплеерная игра. Игра с одним из лучших сетевых кодов. Это игра, которая установила, ну, которую можно считать каким-то стандартным качеством в данном случае, да? И вот когда ты запускаешь ее на Nintendo Switch, ты внезапно замечаешь лаги, чудовищные просто скачки персонажей, чудовищное отставание. Вот ты нажимаешь на кнопку, и персонаж где-то через полсекунды только начинает делать действия, пытаешься сделать атаку Рейнхартом, вот эти паровозики, да? Вот. А он вот так вот рывками идет, и это чудовищно. То есть, ты начинаешь играть, и просто в шоке. Можно сказать, окей, можно ко всему привыкнуть, если не знаешь, как играть на других платформах, но это дело в том, что это просто чудовищно. Вот то, что они сделали в этой игре, пинг один раз вроде нормальный, пинг второй раз ужасный. Я не знаю, какие там у них сервера, вот у меня даже сложилось ощущение, что это пиринговые сети, потому что, ну, слишком долго идет поиск, слишком долго идет объединение партий, слишком часто сбрасывается поиск партии, когда вы загружаетесь на карту, потом тум-тум-тум-тум-тум-хоп, новый поиск, тум-тум-тум-тум-хоп, новый поиск. Это неприемлемо на самом-то деле. И, что еще больше меня удручает, это, конечно же, третий пункт, про который можно было и умолчать, но, тем не менее, люди на Nintendo Switch не умеют играть в Overwatch. К сожалению, они не знают тактик, они не знают, что делать, они играют на очень простеньком казуальном уровне, поэтому рассчитывать на хорошую игру не приходится. Они не знают, куда бежать, они не знают, что зачищать. Они купили игру, но при этом, я так понимаю, не смотрели роликов, которые хотя бы учат, что, куда, зачем. Компания Blizzard почему-то решила не объединять сервера Overwatch на PlayStation 4, на Xbox One и Nintendo Switch. Нет кроссплатформенной игры, более того, нет возможности подключить свой Battle.net аккаунт. И выводы следующие, дорогие друзья. Я не совсем понимаю, зачем эта игра была выпущена. Просто для того, чтобы показать, что мы можем выпустить хорошо. У нас хорошо получилось оптимизировать, у нас получилось сделать отличную графику. У нас, в принципе, получилось пересадить достаточно серьезную игру на мобильный формат, сделать более... Вот выжали максимум из того, что было, вопросов нет, молодцы, все хорошо. Но проблемы остаются именно привязанными к данной платформе, потому что управление неудобное. Если хотите играть хорошо, то нужно подключать к телевизору, покупать дополнительный контроллер. Но даже в этом случае у вас не получится нормально играть, потому что, увы, ах, пинг, просто чудовищный пинг скачет. Есть лаги, это ощутимо, это болезненно. Играть можно, играть получается. Люди ко всему привыкнут, способны. Но, увы, эта игра сильно отстает от тех вариантов, которые мы видим на других консолях, и тем более на персональном компьютере. Это на самом деле огромный шаг назад. И на самом деле не рекомендуется. Я упоминал про то, что сообщество, игроки на Nintendo Switch не знают, что такое Overwatch, и не умеют играть. Им нужно будет снова расти, им нужно будет снова узнавать. Но при этом, как мне кажется, в рамках этой платформы сложно будет вырастить именно людей, которые будут с увлечением играть, опять же, годы вперед. Мне кажется, что эксперимент под названием Overwatch на Nintendo Switch это такой небольшой, ну, небольшой, потому что очевидно, что не так много ресурсов было потрачено, небольшой провал. Дело в том, что, да, сделали, но, увы, не то, и не так, и не там. Это бессмысленный, совершенно бессмысленный, на мой взгляд, порт, на который, тем более, не стоит тратить своих денег. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком. И добро пожаловать к нам на Patreon, если вы хотите поддержать рублем игровое направление этого канала. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok